В 1960-х годах оба артиста, Иосиф Кобзон и Вадим Муллерман были популярны в Советском Союзе и за рубежом. Многие телезрители считали, что оба певца соперничали в карьере, количестве поклонников и любви. Иосиф Давыдович исполнил около 3000 музыкальных композиций, получил много наград, в их числе 26 орденов. А у Муллермана Вадима Иосифовича в начале 70-х годов 20-го века возникли проблемы в карьере, а потом редко появлялся на советских телеэкранах и мало гастролировал. Многие говорили, что в неприятностях коллеги виноват Кобзон. Правда это или нет, речь пойдет в этой статье. Биографии Муллермана и Кобзона во многом похожи, исполнители родились в Украине, были увлечены спортом, да и первое образование у них не было связанным с музыкой. Кобзон в начале окончил горный техникум, а у Муллермана первое образование было техническим. Но поговаривали, что Иосиф Давыдович был более амбициозным, чем Муллерман. Вадима Иосифовича многие относили к числу тех певцов, которые известны всего лишь по нескольким хитам. Действительно, песни в исполнении Муллермана, «Хмуриться не надо лада», «Трус не играет в хоккей», с удовольствием напевали многие фанаты. Более того, в честь первой песни назвали первую импортную модель автомобиля, «Жигули», а второй хит стал своего рода гимном многих советских хоккеистов. Что касается песни «Король-победитель», ее судьба была несколько хуже. Ее содержание сильно изменила цензура, а позднее исполнив «Короля-победителя» на одном из конкурсов, Муллерман обошел Кобзона. Говорили, что Иосиф Давыдович был очень неприятно удивлен. Ведь Кобзон был довольно амбициозным и трудолюбивым, использовал любую возможность, чтобы заявить о себе. С девятилетнего возраста он начал музыкальную деятельность, пел для самого генсекаев, Сталина, побеждалка. Бзон во многих конкурсах, много гастролировал с концертами по СССР, вплоть до Дальнего Востока. Не исключено, что победа Муллермана его неприятно задела, ведь проигрывать мало кому нравится. Если верить слухам, соперничество этих двух исполнителей распространилось и на личную жизнь. Первой женой Иосифа Давыдовича была Вероника Круглова. Относительно фиаско их брака несколько версий. Многие говорили, что супруги часто гастролировали, ревновали друг друга. Кроме того, их первенец не выжил, а свекровь сильно не взлюбила невестку. Близкие Кобзона вспоминают, что развод был очень тяжелым, якобы певец грозил отомстить бывшей жене. Вообще-то Иосиф Давыдович мог высказаться зло в порыве эмоций, но сомневаюсь, что он мстил бывшей жене на самом деле. Но позднее у Кругловой возникли романтические отношения с Муллерманом, он взял женщину под свою защиту, а потом женился на ней. Говорят, что Иосифу Давыдовичу это очень не понравилось. У Вадима Иосифовича, в начале 1970-х начались неприятности в карьере, а потом и вовсе ему запретили выступать. Но виноват ли в этом Кобзон? Вообще-то перекрыл дорогу Муллерману Сергей Лапин. Он был председателем комитета по тел. Ей ради вещанию, довольно жестким человеком. И случай Муллермана не был уникальным, если анализировать деятельность Лапина. Тем более Сергей Лапин был антисемитом, а свое решение мотивировал тем, что певец пел песни на еврейском языке, то есть открыто поддерживал Израиль. С которым у Советского Союза были довольно напряженные отношения. Многие записи Муллермана оказались уничтоженными. Но благодаря поддержке Екатерины Фурцевой, Муллерман некоторое время находился на плаву. Вадим Иосифович гастролировал, выходили пластинки с его песнями. Но после смерти Фурцевой в 1974 году положение артиста стало значительно хуже. Муллерман винил Кобзона в своих проблемах. Он ненавидел меня за талант, за Круглову, за дружбу с Бернисом и Гурченко. Оклеветал меня перед Пугачевой, мол, якобы я сдал органам Иваненкова, взяточника из Гаскон-Цойорта. Кроме того, странная история произошла с песней «Мгновение» для киноленты «17 мгновений весны». После того, как ее отказался исполнять Могомаев, композицию предложили Муллерману. Исполнением Вадима Давыдовича Лиозного была очень довольна. Но, опасаясь днева Лапина, передала песню Кобзону. А Муллерману не отдали даже его запись. Но в данном случае как раз Иосиф Давыдович утер нос сопернику. Судьба Муллермана более сложная, чем Кобзона, но есть ли в этом вина Иосифа Давыдовича? В 1991 году певец эмигрировал в США с целью спасти брата от тяжелого заболевания. Певец брался за любую работу, пел в ресторанах, работал на русском радио с Еленой Соловей, был руководителем детского музыкального театра, даже работал таксистом. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. В начале 2000-х Муллерман вернулся в Харьков, занимался музыкой, был советником губернатора по культуре, создал детский театр. После прихода к власти Януковича Вадим Иосифович вернулся в США, где прожил до конца дней. Ушли из жизни оба исполнителя в разных странах, но практически одновременно, в середине 2018 года. Были ли соперниками эти артисты и насколько виноват ли был Кобзон в проблемах Муллермана? Факт соперничества я не могу исключать, поскольку конкуренция в шоу-бизнесе имеется. Она и Мё. Ед место в настоящее время и раньше тоже была. Допускаю и некоторую неприязнь между двумя артистами, но я сомневаюсь, что Кобзон умышленно вредил Муллерману. Сомневаюсь, что Кобзон был настолько могущественным в тот период времени, что мог каким-то образом воздействовать на чиновников. Вполне возможно, что Вадиму Иосифовичу просто не повезло. Вероятно, что Муллерман завидовал более успешному Кобзону, поэтому винил коллегу в своих проблемах. А как думаете вы, дорогие читатели? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.